Заждались? Кинотрафик снова с вами. Я Ольга Сергеева, ваш бессменный киногид. В этом сезоне у нас будет больше киноновостей, больше кинобзоров и больше киноблогеров. Всем привет! С вами Кабалира. И сегодня мы разберем такой очередной хит, как Веном, вышедший на наши экраны 4 октября. Если вы не слышали об этом фильме, то вы либо старая бабушка, которая интересуется только мелодрамами, либо живете в пещере, где только не было рекламы этого фильма. Но так ли он хорош, как показано в трейлере? На нашу Землю с помощью ракеты попадают импланетные существа, так называемые симбиоты. Кто же додумается притащить и исследовать какую-то живую и не очень симпатичную жидкость? Кому спокойно не жилось? Естественно, очередному непогодам умному и богатенькому антагонисту, который совершенно случайно владеет огромной лабораторией и кучкой бездомных, под которыми он экспериментирует. Парни, вам это не понравится, поверьте. А потом и подарочек от кинокомпании. Положительных героев в фильме в принципе нет. А главный герой до того, как стал Веномом, чуть ли не спился. Да и не отличается особыми манерами. О, какую-то заразу подцепил. Ах да, у него была невеста, которая особо не влияет на сюжет, а добавлена только для разнообразия фильма шутками. Глаза легкие, шуток, как бы съел-то некогда. Итогом, сюжет будто пришел из 2010-го. Появляется злодей, потом главный герой обретает невероятную силу и в конце концов спасает планету. Почему же попасть в кинозал так сложно? Первое. Огромное количество рекламы. Везде. Да иди ты отсюда. Второе. Огромное количество фанатов комиксов и супергерорского кино. Да иди ты отсюда. Третье. Возрастное ограничение. 12+. Именно это повергло меня в глубочайший шок. Веном. При этом слове сразу представляются реки крови, драки и мясо. Прямо как в Дэдпуле. Но уже сидя на своем месте в кинозале и в предвкушении всей каши и мяса, ты первым же кадром получаешь огромную заставку, на которой всего три символа 12+. Но вопрос, с чего бы это? Разве детям уже разрешили смотреть такое? Ответ пришел не сразу. Только по завершению сия кинофильма. Что же мы имеем в сухом конце? Типичный сюжет без неожиданных поворотов. Герои, к которым не успеваешь проникнуться. Да и проникаться ты толком некому. Постой, постой. В этом фильме были и плюсы. Хорошая игра Тома Харди в роли Эдди Брока. Красивая графика. Ну и конечно же, как можно забыть о таком харизматичном симбиоте. Для особо пытливых расскажу. После фильма вас ждет две сцены. Одна из них забрасывает удочку для сиквела. В нем показан Человек-носитель Карнажа. Вторая же демонстрирует нам кадры из такого интересного мультика, как Человек-паук через сирену, который выйдет совсем скоро. С вами был Кабалиер. Смотрите только хорошие фильмы и ешьте только вкусный попкорн. Это был Кинотрафик. Уверена, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите хорошее кино и становитесь лучшими. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.